Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. В Гайкадзорском сельском округе новые глава. Эрван Тнаронян в этой должности три недели оживет в Гайкадзоре с рождения. В Гастагаевской прошел день здоровья. На приеме у 17 врачей побывали почти 600 станичников. В Анапе поселился иностранец – немец с отличным звучанием. А сейчас обо всем подробнее. В Гайкадзорском сельском округе новый глава. Работает он в этой должности три недели, а живет в Гайкадзоре с рождения. Здесь жили предки Ирванда Рафикова-Ченароняна. Здесь живет его семья. Жители Гайкадзора собрали более трех тысяч подписей в его поддержку под письмом в адрес главы города. Не дожидаясь назначения, односельчане шли к нему за решением проблем. А теперь и сами предлагают помощь. В нашем сюжете мы познакомимся с Ирванда Рафиковича поближе. Горяч, решителен, молод. 39 лет – самый возраст для такой перемены в судьбе. Ради того, чтобы взяться за решение годами копившихся проблем в родном селе, оставил предприятие, созданное им с нуля. Закончил школу в 92-м году с медалью. Поступил в Академию морскую, Новороссийскую. Закончил ее в 99-м году. Ходил в моря помощником компетана. В последнее время Гайкадзор Спецтранс сам открывал лично такое предприятие. В Гайкадзоре оно и находится. Ну, развивал его. Благодаря любимой профессии Ирван посмотрел мир и говорит, что проще назвать те страны, в которых он не бывал. Почему же морской волк сошел на берег? Посмотрев чужие земли, захотелось свою сделать лучше для жизни. Может быть, это не такое глобальное, как газ или вода в заре. Нету ее, да? Но вот что, на мой взгляд, тротуаров нет у нас вообще в округе. 10 ноября произошло ДТП. Несчастный случай. Погиб ребенок. Я вчера был на похоронах. Это ужас. Для него кажется невероятным и тот факт, что в сельской администрации не было до сих пор обычного туалета. В первый же свой рабочий день он занялся прокладкой канализационных труб и водопровода. В окно администрации смотрит газовая труба. Но помещение отапливается электричеством. Не мелочи и то, что в селе не знают самых заслуженных и достойных. Глава намерен установить сразу две почетные доски. Назвать гордость нашего округа, а вторая доска почета, гордость нашего округа, вот скажу сразу по поводу Амельков есть, улица Амелькова. Это в честь нашего местного жителя Гайкозорского сельского округа названо. Я, честно говоря, не знал. Есть такие люди, которые один на Краснодарский край, даже такие выходцы с нашего округа. Болит душа у Нараняна и за то, что в Гайкозоре нет безопасного места под рынок. На дороге выстраивается полоса машин, люди идут, люди едут, проехать никак невозможно, дети ходят. У нас детей сбивали там уже неоднократно. Вместе с заместителем главы города по вопросам сельского хозяйства Эрван Трафикович нашел пути решения этого вопроса. А жители Гайкозора обратились к новому главе с вопросом о разворотной площадке для автобуса. Автомобильная дорога через село сейчас в связи со строительством Южного потока оживленная как никогда. И вот на этой бойкой трассе автобусы и маршрутки вынуждены и пассажиров высаживать на проезжую часть и разворачиваться с постоянным риском. Года назад даешь, и не видно, что сверху, снизу едут. Вообще машин не видно. Вчера ударили, вернули меня крыловым. Зато на той полосе, где всегда разворачивался автобус, стоит огромный мангал. Бывший маленький сельский магазинчик разросся до масштабов будущего кафе. А земли вокруг частник считает своими. Чтобы жители не ходили и не ездили по территории вокруг дома, он выступил инициатором некоего сооружения типа трамплина с дороги прямо в улицу за этим неприкосновенным домом. Не по-людски, как-то считает Ирвант Рафикович. И пообещал людям решить этот больной вопрос. Ирвант Наранян – отец троих детей. Его и самого учили в школе превыше всего ставить интересы своих земляков. И его одноклассники – все достойные граждане страны. Он также воспитывает своих детей. Этого же хочет и от односельчан. Поддерживает его в этом и мама. Прошел все. Ты все должен делать для людей. Все. Себя забыл. Все. Народу. В Гайкадзоре строится большой красивый храм. Жители села в его строительстве участвуют активно и с душой. Подтверждая, что они любят свое село и готовы менять здесь жизнь к лучшему. Новый глава это хорошо знает и готов вместе с земляками к решительным действиям. Подведены итоги уборки урожая. Торжества по случаю окончания осенних сельхозработ пройдут в Станице Гостогаевской 18 ноября. Аграрии приглашают анапчан на праздник урожая. Всех гостей ждет выставка сельхозтехники и ярмарка лучшей местной продукции. В фойе Станичного дома культуры пройдет выставка-презентация предприятий переработки. Участников праздника также ожидает торжественный концерт и награждение передвиков. Начало праздников в 13 часов. И к другим темам. Жители Гостогаевской в минувшую субботу провели с пользой. В Станице прошел День здоровья. Бесплатный прием ввели 17 врачей самых востребованных у Станичников специальностей. Давление, головокружение и боль в ногах не позволяют Раисе Черной ездить в городскую больницу. Пройти всех врачей одновременно и недалеко от дома пенсионерке очень удобно. Мы пенсионеры, мы старенькие, на здоровье слабенькое, в город мне ездить. Я не могу, если поехала, значит все. Я даже не могла давление смерять. Я приезжаю оттуда, я падаю и все. Большое спасибо, я благодарна, довольна. Ну, молодцы, хорошо все организовано. Даже настроение проподнимается. И все такие улыбчивые, приветливые. 17 врачей обследовали жителей Станицы. Терапевты, неврологи, эндокринологи, лор-врач, кардиолог, офтальмолог. Детей принял педиатр и медицинский психолог. Хорошие, добрые, объясняют все, как должно быть. А какой врач тебе больше всего понравился? Ну, когда мне делали укол с глюкозой и у психолога. Жители сдали экспресс-анализы, проверили уровень холестерина и глюкозы в крови, сделали УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ и проверили состояние сердца на кардиовизоре. Кардиовизор – аппарат, который скрининговый аппарат, который смотрим работу сердца, ритм. И на ранних стадиях, он хорош тем, что на ранних стадиях можно определить какие-то небольшие патологии только в самых начальных стадиях. То есть это очень хорошо для более молодого поколения, конечно. Студентов медицинского колледжа задействовали в организации Дня здоровья. Евгений Панченко такой практике рад. Получил новые знания и опыт, посмотрел, как врачи проводят прием. В основном работаем с людьми, то есть регулируем очередя, помогаем врачам, то есть наблюдаем, учимся опять же. У нас сегодня здесь приехало 12 человек с колледжа и вся помощь на наших плечах. В рамках проведения Дня здоровья показали фильмы, призывающие отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни. В День здоровья станичникам создали праздничное настроение. Работала ярмарка «Привоз». Жители могли приобрести полезные и качественные продукты местных производителей. Все сопутствовало праздничному настроению и хорошему проведению Дня здоровья. Мы работаем для нашего населения, для наших граждан. Поэтому все, что здесь делается, это делается для наших жителей Станицы Гостоверска. Заместитель главы Людмила Мурашова посетила День здоровья, проверила организацию и ход мероприятия, поговорила с жителями. Высокая посещаемость Дней здоровья – следствие хорошей информированности населения и доказательства успешной работы организаторов. Все больше людей заинтересованы проверить состояние здоровья, выявить патологии на ранних стадиях и пройти лечение. Эстафету в проведении Дня здоровья принимает Приморский сельский округ. 22 ноября врачи проведут бесплатный прием в Цибанабалке. Кем стать? Какую профессию выбрать? Современные школьники на этот вопрос готовы ответить в 8-9 классе. Определившись с выбором профессии и специальности, изучают предложения и возможность учебных заведений. На ярмарке учебных мест школьники, будущие абитуриенты могут также пройти бесплатное тестирование способностей и психологической предрасположенности к профессии. Ученица 9 класса школы номер 18 Мария Погосян уже выбрала свою будущую специальность – гостиничный бизнес. У студентов и преподавателей Анапского филиала Сочинского государственного университета туризма и курортного дела Маша узнала все подробности поступления и учебы. Тут много очень интересных профессий. Можно найти себе по душе. То, что очень интересные люди, которые рассказывают про свой, ну там, где они работают, учатся, много интересного рассказывают. Ученица 8 класса гимназии Аврора Соня Качьянс пришла на ярмарку учебных мест только выбирать будущую профессию. Я еще не определилась с профессией, но я смотрю, думаю. Может быть, мне понравилась пара вариантов. Медицинский на сестру и еще один на дизайнера. Это московский государственный. 500 учащихся 8-11 классов города и района собрались на ярмарки, чтобы познакомиться с учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования, а также узнать о востребованных сегодня на рынке труда тех или иных профессиях. Специалисты образовательных учреждений и центра занятости населения Анапы дали исчерпывающие ответы молодежи. Такие ярмарки мы проводим два раза в год. Это уже стало у нас традицией. Обычно в ноябре и в феврале месяце. Но мы считаем, что это необходимое мероприятие для того, чтобы дети могли познакомиться с теми профессиями, которые можно получить в нашем городе. И определились уже с дальнейшим выбором учебного заведения. В ярмарке учебных мест приняли участие 15 учебных заведений из Анапы и 4 из Новороссийска, Тембрюка и Славинска на Кубани. Вузы и СУЗы подготовили для старшеклассников презентационный материал – плакаты, фотографии, видеоролики. Педагоги и студенты рассказывали о профессиях, организации учебного процесса, быта и досуга студентов. В первую очередь наш техникум – один из самых старейших техникумов на Кубани, уже как 116 лет. Потом также рассказываем школьникам, что в принципе учиться совсем несложно. У нас техникум предоставляет большинство специальностей, самые главные специальности вообще здесь. То есть в Краснодарском крае они все востребованы. В рамках ярмарки работал Краевой мобильный центр занятости, где дети могли пройти тестирование и получить консультацию у педагога-психолога. Психолог направит, определит в каком направлении способности у школьника и подскажет, какие профессии подходят детям. Выбор учебного заведения – сложная и ответственная задача. Ярмарки учебных вакансий проводятся для того, чтобы школьники смогли определиться с будущей специальностью и получить качественное образование, гарантирующее впоследствии успешное трудоустройство. Следующая ярмарка учебных мест пройдет весной. В Анапе поселился иностранец, немец с отличным звучанием. Новый рояль премиум класса «Бехштейн» презентовали на концерте музыканта с мировым именем. Наталья Измызгова продолжит тему. В городском театре «Аншлаг» главный персонаж концерта – сверкающий глянцевыми черными боками новый немецкий рояль премиум класса «Бехштейн». 2 метра 70 сантиметров в длину, три педали вместо привычных двух, чувствительная механика. Первым прикоснулся к клавишам и вдохнул душу в новый инструмент – музыкант с мировым именем Андрей Ярошинский, профессор Мадридской консерватории. На этот концерт он приехал специально из Мадрида. Светлый праздник Рахманинова – это первая мелодия концерта. Музыка выбрана не случайно. Перезвон колоколов – это своего рода музыкальное освещение инструмента. Здесь есть абсолютно все, чтобы здесь кипело и по-настоящему развивалась концертная жизнь. Первое – это, конечно, изумительность совершенно публика. Во-вторых, это, безусловно, сам по себе изумительный город, прекрасный зал. И не хватало этой картины только инструмента, который бы соответствовал всему тому, что сейчас назвал. Инструмент высокого класса в Анапе ждали давно. Сегодня он стоит на сцене благодаря усилиям работников городского театра, Управления культуры, главы курорта Сергея Сергеева и Андрея Ярошинского. Затаив дыхание, зрители стараются уловить каждый звук. Чтобы сыграть в Анапе, Андрей Ярошинский отложил дела в Мадриде. Музыкант по достоинству оценил звучание нового инструмента. В одном концерте с именитыми музыкантами выступил юный анапчанин Георгий Ибрагимов. Занимается по классу фортепиано Георгий уже 8 лет и мечтает стать дирижером. В перерыве между отделениями анапчане и гости города оставили свои подписи на благодарственных листах главе курорта за приобретение музыкального чуда. Потрясающий концерт. Во-первых, музыкант у нас сегодня в гостях просто высочайшего уровня. Молодой, безумно талантливый, великолепно обученный. Во-вторых, это сказочное явление. Для нашей Анапы у нас появился новый рояль. Мы 25 лет работаем, 25 лет мы об этом мечтали. И, наконец, это сбылось. Отлично звучит, изумительно. Просто заслушаешься. Инструмент замечательный. Я очень счастлива, что в городе, где много талантливых ребят, которых мы сегодня видели, одного из представителей, что появился такой инструмент, который будет, собственно, и развивать и культуру области, и культуру города. В программе концерта самое любимое и душевное. Рахманинов, Шопен, Лист, Брамс, Дворжик и другие. И форте, и пиано. И старый рояль вместе с новым. Елизавета Ирошинская с супругом сыграли в четыре руки. Аплодисменты не смолкали в течение всего концерта. Мне, в свою очередь, в свое время пожелал Растропович, Лавр Лапович. Пожелал мне самому всегда быть начинающим. Вот, ну, представляете себе, да, уже стоит Растропович с бокалом и говорит, я тебе желаю всегда быть начинающим. Вот, говорит, постреливание, я всегда вот начинающий. Да, вот начинаю. Иногда что-то получается. Я пожелаю, знаете, верить в себя. Верить и очень сильно чего-то хотеть. Андрей Ирошинский пообещал Анапе много хороших концертов в будущем и улетел в Мадрид радовать европейскую публику классической музыкой. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазиновый парт в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц.